Цирковая трапеция и прыжки на батуте. Испанская паутина и жонглирование. Стойка на руках и воздушная гимнастика на полотнах. Школа-трапеция – единственная в Вашингтоне окрестностях, где обучают самым различным жанрам циркового искусства. А главное, что двери школы открыты для всех. Наши ученики приходят к нам с самыми разными целями, имея разный опыт. В Вашингтоне много людей, которые занимаются цирковым искусством ради развлечения. Так что подавляющее большинство наших студентов приходят сюда для того, чтобы просто хорошо провести время. Но у нас есть и несколько учеников, которые действительно заинтересованы в профессиональном цирке. Некоторые люди приходят сюда, потому что хотят стать артистами. И когда они достигают определенного уровня, они начинают выступать самостоятельно. Однако даже большинство из тех, кто приходит в трапецию исключительно забавы ради, возвращаются сюда снова и снова. Ведь это не аттракцион в парке развлечений. Это практика, то, в чем можно добиваться прогресса и осваивать новые навыки. Цирковое воздушное искусство, батут, полет на трапеции. Все это не только приносит радость, но и постоянно открывает для вас что-то новое. Самому молодому ученику школы всего 6 лет, а самому старшему уже за 80. Здесь нередко можно увидеть бабушек и дедушек, летающих на трапеции. Многие приходят сюда и говорят, я и в жизни бы не подумал, что на такое способен, что теперь я могу висеть на трапеции и делать сальто. Люди здесь регулярно делают то, чего они и не ожидали от себя. Так что вы можете подумать, ой, я слишком стар, чтобы научиться чему-то подобному. Гимнастам нужно начинать заниматься, когда они совсем маленькие. Иначе вы никогда не станете гимнастом. С цирком дело обстоит иначе. Вы можете начать в любом возрасте. Если ваши силы, гибкость или подвижность не совсем те, которые необходимы для выполнения определенных действий, мы будем работать над этим вместе с вами, и вы приобретете эту силу и мобильность. Прыжки на трапеции не требуют физической подготовки. Даже если вы никогда не ходили в тренажерный зал, можете смело приходить на занятия, уверяют инструкторы школы. Упражнения на трапеции помогают поддерживать форму, повседневная активность и вовлеченность. Это также отличный способ развить навыки и в других сферах вашей жизни, будь то умение следовать указаниям и инструкциям, развитие координации или совершенствование ваших других хобби, например, в нырянии или танцах. И этот список можно продолжить. Ну а тем, кто не сразу решается прыгнуть на трапеции, потому что попросту страшно, на помощь приходит специально обученный кот — гермес. Когда люди нервничают или занятия проходят не совсем гладко, я говорю своим студентам, если вам нужен небольшой перерыв, то идите поговорите с гермесом. И он обычно довольно хорошо справляется. Он очень разговорчивый, поэтому им определенно есть с кем поговорить. Вот уже более года школа трапеции сотрудничает с некоммерческой организацией Servio City, которая помогает детям из малообеспеченных семей. Все ребята из этой программы приходят на занятия в трапецию совершенно бесплатно. Жительница Вашингтона Джой Бёрф регулярно приводит сюда своих детей Джезайю и Джалию. На этом занятии я узнал о балансе и о том, как контролировать свое тело при падении. А я научилась высоко подниматься в воздух. Теперь я прыгаю на батуте еще выше. И это действительно здорово, потому что мне очень нравится прыгать. Жанна Кохан говорит, что школа планирует и дальше развивать свои благотворительные инициативы, чтобы цирковое искусство было доступно всем. Максим Маскальков, Давид Гогохия. Настоящее время. Америка. Вашингтон.